Мы сегодня будем заканчивать нашу серию благословенные браки и немножко еще порассуждаем, чтобы сделать для себя выводы, которые мы запомним. Итак, вопрос, который хотел бы предложить вам сегодня, в чем заключается главный принцип успешного брака. Вот если все пересмотреть от начала, это были разные браки, разные обстоятельства, разные трудности, разные характеры, иногда несовместимые, но так устроено, люди влюбляются, им кажется, рай на земле, а потом вдруг открывают глаза, что они несовместимы. И эти браки, о которых мы рассуждали, невзирая на это, Господь находил способ, как дать благословение в самых невероятных обстоятельствах. Поэтому сегодня, перед тем, как мы вернемся к нашему вопросу, в чем заключается главный принцип, потому что все это вот в наших браках, все это вспомнить, ну опять перечитывать. В чем же самое важное? Важный принцип, который определяет успех моего брака. Итак, молитесь, чтобы Господь разговаривал с вами, молитесь, чтобы Господь дал мне возможность передать волю Его, Слово Его, и да благословит нас Господь. Давайте порассуждаем сначала, вспомним, о чем мы говорили раньше. Итак, скажите, какие выводы вы сделали для себя, рассуждая о благословенных браках Библии? Вот вы рассуждали, но это же не просто удовлетворение любопытства. Это же для нас, мы уроки для себя извлекаем. Вот, например, сегодня последняя история, которую рассматривали вот Яков, Лия, Рахиль. Честно говоря, меня эта история запутывает с юности моей. Я когда ее читал, мой Господи, если бы я был на месте Господа, я как-то на ее присмотрел, трудно быть Богом. Вот как в этой ситуации увлеченный Яков красотой этой девушки готов за нее 7 лет отработал, только, да, я не знаю, современные молодые люди смогли ли 7 лет работать за будущую невесту. И потом эта Лия появляется, это многоженство, вот это время, в котором эта история развивается. И иногда вот с мужчиной разговаривали, было бы неплохо, если было несколько жен, тогда как-то можно ориентироваться, потому что одна ты должен ухождать, а так можно как-то устраивать соревнования, тогда они были более послужны. И все намного сложнее. Каждый брак имеет свои проблемы. И в этом многоженство, как вы видите, вот эта борьба между женами. И я вот себе думаю, как Господь? Вот смотрел на вот это все, как отрегулировать? Но Господь нашел способ. При всем притол. Через Лию произошел хороший человек, праотец великого народа. И через Лию пришел Иосиф, который имел свое особенное место. Бог видел характер Якова, с ним работал. Во всех обстоятельствах самых сложных у Бога есть. Есть ключи. Есть подход. И когда мы рассуждаем о трудных ситуациях, да не помню, что мы не одни. Я, может, вам рассказывал, наверное, Вадим знает брата Лазуту. Мы как-то с ним в Канаде вместе учились. И он такой принцем в Танн. Неверующие люди приходили. И мы им вели беседы, и вечера проводили вместе. Дима Лазута, известный в Белоруссии. И он как-то рассказывает, братья, сестры, вот сидит он, ребята, иметь в виду, у Бога нет безвыходных ситуаций. В каждой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, три хороших выхода у Господа. Ну, это мы шутили так. И вот один человек приехал с России, инженер, известный, ну, он так, полушутян, они приходили на эти вечера, а потом приходят через неделю. Вы знаете, Дима был прав. Я заехал в горы со своей семьей, машина перестала работать. Я не механик, не знаю, что делать. Я лег под машину и вспомнил Диму. И говорю, Господи, Дима сказал, что в всякой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, три хороших выхода. Помоги мне, один выход, не надо три. И что-то он там крутил и случайно задел. Машина поехала. Говорит, работает. Так вот, когда я смотрю на эти браки, есть, Господь стоит за этим. Вы помните, мы говорили о том, что вначале мы говорили о Адаме и Еве. Прекрасный брак, лучший, безгрешный человек Адам. Что меня озадачивают. Чем занимался Адам, когда Ева ходила по саду одна? Он что, даг делал? Магазин одежду покупал? Чем он занимался? Никого не было. Они ходили там без одежды, в райоборчем. Нет, она там сама ходит. Ну, наверное, думала, она помощница. Когда позову, она поможет. И она, когда ходила, теперь стал известен психологический принцип, что женщина любит, что ее муж разговаривал с ним. И если муж не уделяет достаточно времени, она будет говорить с кем угодно, кто будет уважать и слушать, даже если нужно самим дьяволом. Так и произошло. Дьявол оказал ей уважение, прикинулся глупеньким и обманул ее, что он сильно хороший. И она пришла и мужа запутала. А не проще было бы просто с женой гулять? Нет, пропустил. Мы читали о том, что Елкана и Анна, вы помните, интересный такой брак? Прекрасный брак. Прекрасный муж. Любит свою жену. Жена любит своего мужа. У нее проблемы, у нее нет детей. И она начинает просить, Господи, сделай чудо, дай мне ребенка. Причем она находит способ, Господи, я не для себя прошу. Вот если ты мне его отдашь, я тебе его отдам. Наверное, когда Господь слушал эту молитву, он, наверное, улыбался. Хитрит эта женщина. Но ей нравилось, когда маленькая эта девочка в глазах Божьих, ребенок, обсуждает таким образом. И он благословляет ее, дает ее сына. И рождается пророк Елисей. И она становится причастником чуда Божьего. Я когда вспоминаю эту историю, и думаю, мы забываем элемент чуда, когда у нас появляются дети. Мы их не просим, но Писание говорит, что Бог произвел от одной крови весь род человеческий. Каждый ребенок, каждый отдельный человек, это творческий ад Бога. Бог творит, но Он дал вам и мне честь, быть причастниками Его чуда. Мы забываем благодарить за это. Мы привыкли к чему-то естественному. Эта история напоминает нам особенности. Особенности благословений и той чести, которую Господь нам оказывает. А вы помните такую историю Навалой Авегея? Умный, хороший, бизнесмен, все устроено, семья присмотрена, рабочий у него. Только немножко гордый, задиристый, глуповатый. И когда Давид, четыре с тобой, нам с ним пришли и сказали, нам еда нужна. Мы ваших пастухов охраняли. А он, ты кто такой, чтобы я еще раздавал каждому бомжу хлеб? И Давид был готов уничтожить бизнес, его рабочий, все уничтожить. Это даже на Авегея, когда написано, была красивая лицом, но умная, мудрая. Она пришла к Давиду и говорит, прости меня, муж мой занят. Это мой грех, прости меня. Вот еда. И обратите внимание, что через некоторое время муж умер. А что произошло дальше? Известно. Царь Давид посылает своих рабов, и они берут ее к себе в жены. У царя была возможность жениться на любой. Такие были порядки тогда. Но он видел, что она не просто красивая, она умная, мудрая. Она умеет контролировать свой язык. И не написано, что он обратил внимание, какие у нее ногти, какая у нее фигура, но он обратил внимание, насколько мудрая она. В браке это имеет значение, когда говорить, а когда молчать. Обратите внимание на это. Мы говорили также об Акиле и Прискиле. Есть другая пара, она не Асофира. Одна пара соединились, чтобы служить Господу, и они попали. Запись служителей Божьей. Другой история, Анания и Асофира вместе договорились, как Господа обмануть и приобреть себе честь. И они погибли. Братья и сестры, имейте в виду, что история пишется за вас и за меня. Ваш брак тоже записан. В вечности, я думаю, чем мы будем заниматься, мы будем читать истории, они станут известными. И ваш брак, история вашего брака и моего окажется там. Еще есть время внести коррективы. А помните Авраама и Сару? Меня эта история озадачивает. Я восхищаю Господом, он избрал Авраама, дал ему обетование, что черебя родится, сын у тебя родится, от него произойдет большое потомство, спаситель произойдет. И Авраам верит в это, рассказывает своей жене, Саре. Сара верит этому, но проходит время, они стареют. И она говорит мужу, слушай, ну тебе Господь обещал, а что делать? Мы скорректируем. Я уже не способна родить. Возьми мою служанку. И это тот момент, где муж должен был занять позицию. Господь сделал свое дело, но он сказал, ну, 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 если ты уж так хочешь, ладно. хитрит. Хитрит старик. От Агария родился сын, начались проблемы. Сара приходит, говорит, моей проблеме, моей були, это ты виноват. Сама предложила, сама это, знакомы вам, братья? Знакомы, правда? Сама предложила, сама настояла, а теперь он виноват. И когда, Авраам был озадачен, Господь говорит, послушай, Сара, пусть же будет так, надо было раньше думать. Но что интересно мне в этой истории, наступает момент, когда Авраам вырос. Когда Бог ему сказал, что именно через Сару родится сын, вот, в следующем году, написано, кто рассмеялся, когда узнали, что родится у Сары сын? Кто смеял? Кто-кто? Сара. Ты посмотри, как хорошо отвечает. Я когда проводил беседу добрачную, спрашиваю, кто смеялся? Сара. А знаете, в чем разница? Авраам тоже смеялся. Сара в сердце своем засмеялся, а Авраам вслух засмеялся. Прочитайте. Но по какой-то причине мы помним Сару, что она смеялась. Я спрашиваю, отвечаю точно так же. Прочитайте. Но наступил момент, когда родился сын, и когда Бог сказал, сына твоего, который ты любишь, пойди отдай в жертву. И Авраам принимает решение. Не похоже, что он Саре говорил. Не он даже сыну своему не сказал. Он принял решение. Это тот момент, когда он должен принять решение и нести ответственность. И он повел на гору. И он был готов это сделать. Поверил в Господу. И написано, и поверил Авраам Господу. И это уменилось его праведность. И в этот момент, если человек мог отдать своего сына, то тем более Господь. Мы можем много из этой истории. Вы знаете, мы читали о Артаксерсе и Есфире. Эта женщина рисковала всем. Это не просто был муж, который я, я глава, ты должна меня слушаться. Что скажу, ты будешь делать. Это был царь. Довольно такой крепкого характера. Ей нужно было поменять мнение царя. И что она делает? Она не просто рискует. Она просит, чтобы народ молился. Она молится, но при этом не просто рискует, идет навстречу мужу. Но она сделает все необходимое и возможное, чтобы убедить своего мужа изменить его решение. Вы помните, как это было? Три дня пир устроила. И на третий день она сказала своему мужу царю, да будет даровано мне и народу моему жизнь моя. И она победила. Она спасла народ. Сестры, если вы хотите в чем-то убедить своего мужа, и он вас не слушает, обратите внимание на эту историю. Устройте ему три дня пир, а в конце скажите, что вы хотите. Не надо спешить. я ему сказал, а он не слушает, он меня не любит, не уважает. Если что-то очень важно, попробуйте. Ну, не три дня, день. Три дня лучше. Очень часто в семье нарушается отношение, жена хочет сделать что-то, но она избирает неправильный путь. Громко говорит, дерзко говорит, неуважительно говорит, какой там пир. Семья разваливается. Попробуйте. Если это что-то действительно важно, три дня пира в конце ваша просьба. Попробуйте, работает. Знаете, но самая история, которая меня озадачила больше всего, это история Захарии и Заветы. Вы помните, Захария и Завета были праведные. Всю жизнь свою праведные. Всю жизнь молились. Все делали правильно. Детей у них не было. И вы помните эту историю? Мы недавно слушали ее. Пришел ангел и говорит Захарии, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречет ему имя Иоанн. Он будет велик пред Господом и не будет пить вина и секери, и Духа Святого исполнится еще от шлева матери. Интересно, мы недавно рассуждали. Я вот слушал, и каждый раз, когда я слушаю проповедь, моя голова включается о других нюансах, я не знаю, как вы слушаете, я вот слушаю все это вместе, что сказано, что не сказано, мне эта история начинает меня озадачивать. Если действительно, как было замечено, услышана молитва твоя. Сколько всю жизнь Господь слушал? Нет, Он слышал с самого начала. Но ответ Он получил, когда Захария и Елизавета были уже старые, неспособные рождать детей. И поэтому Захария, будучи праведным, говорит, чем ты кажешь, что так будет? Говорит, я архангел Михаил, я предстаю перед Господом, и ты со мной так разговариваешь? Пусть тебе знамени, ты будешь молчать, пока сын не родится. И я себе представляю, приходит Захария домой и начинаю жене своей объяснять, что ему ангел сказал и что ему нужно. И, наверное, какой-то момент Елизавета поняла, что он имеет в виду, он говорит, ты что, нормальный? Ну-ка еще раз повтори. Вот так вот это все. Он повторил. Но чудо произошло. Но особенность, как я замечаю, что родился сын, который цена этого сына, Бог дал эту честь Захарии и Елизавете быть причастны к рождению этого великого человека. И оно стоит того, чтобы дождаться. И написано, что он будет что? Велик пред Богом. Пред Господом велик. И вина, и секьери не будет пить. Обратите внимание. Лища несовместимы. Вино и водка и величие пред Богом. Или ты пьешь вино и водку, и ты велик в своей компании, таких же, как ты. Или ты велик пред Богом. Бывают трудности в браке. И муж или жена впадают в алкоголь, на наркозависимость, потому что не могут решить проблему. Не могут решить проблему, потому что не думают о том, чтобы быть значимым великим в глазах Божьих. И в данном случае это происходит. Он будет велик пред Богом. Прежде всего, задайте себе вопрос о вашем браке. Вот мой брак велик пред Богом. Я, как муж или жена, я значима в глазах Божьих? Когда Господь слушает, что я говорю ему и что я ей говорю, и как я говорю, как долго я жду, я в глазах Божьих. Имеет это значимость? Я велика? Я велик? Или я буду доказывать, он муж, он меня не любит, он заслужил этого? То же самое говорит муж. Вот как раз именно такого сына Бог приготовил для Захарии и Елизаветы. И у нас был разговор недавно о том, что а почему так долго? Почему в старости? И я себе подумал, это же неплохо. Это не просто лучше позже, чем никогда. Это на самом деле лучше позже. Потому что они в старости родился сын и они наслаждались им как внуком. И похоже, они ушли. Потому что сын их уже был, жил, возрастал, окреплялся где-то в пустыне. Я не думаю, что такие праведные родители могли бы оставить своего сына. Но что интересно, почему это важно? Величие своего сына. Они не пережили боль утраты своего сына. Они смотрели оттуда на своего сына, который совершал свое служение, как Илья и Моисей, которые пришли к Иисусу Христу и с той стороны разговаривали, не бойся, иди дальше, укрепляли. Захария и Елизавета смотрели оттуда и радовались этому великому приобщению чуду Божьему. Вопрос у меня, следующий вопрос, о чем вы мечтаете, рассуждая о своем браке? Братья и сестры, вот мы слушали эту историю. Какие у вас мечты появились? Какие-то сожаления, что-то вы не так сделали, что-то было не так сделано, не тот выбор сделали. Что? Что бы вы переделали? Но больше всего меня интересует, о чем вы мечтаете, рассуждая о своем браке? Вот если бы у меня был брак вот такой, как у нее, у него, у них, если бы я за другого вышла замуж, но если бы я женился на другой, все было бы по-другому. Может, такие мечты? Я хочу обратить внимание на самый, как мне кажется, самый величественный брак, который, немного мы о нем знаем, но он содержит в себе очень важные истины для нас, чтобы построить свой брак должным образом. обратить внимание, знакомая фраза. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня да будет мне по слову Твоему». Обратить внимание, эта девчонка, говорят, комментаторы, что она была еще девчонкой, 16-17 лет, неизвестно. И когда она говорит, он призрел на смирение рабы Твоей, что-то было в жизни этой девочки, что она должна была смиряться. Говорят, что это был пожилой человек, ее муж, какая-то сложная ситуация. Писание мне не дает деталей, но приходит ангел и говорит, «В тебя родится сын». И она говорит, «А как это будет, я мужа не знаю». Ангел говорит, «В силу Всевышнего не осенит тебя, родится». Она говорит, «А, ну тогда все понятно». Но при этом она говорит очень важную фразу. «Да будет мне по слову Твоему». Все, что от нее требовалось, она не может контролировать этот процесс, она не может понять, как это происходит, но от нее требуется сказать, «Да будет мне по слову Твоему», и Господь совершает чудо. Это не просто Мария. Это универсальный принцип, который имеет отношение к вам и ко мне. Вы помните, Висайя, как написано, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Мы имеем отношение к Христу, такой же, как Мария, к Иисусу. Сын дан нам. Иисус родился и близость его такова, как у родителей к сыну своему. Только если мы скажем, «Да будет мне по слову Твоему». Я хочу быть частью семьи Иисуса Христа. Я хочу быть настолько близок, как была Мария. Все, что нужно сказать, это сердце. «Да будет мне по слову Твоему». И это очень широкий пример. Очень многие есть вопросы, которые мы выбираем свой путь. Что сказать, что не сказать, что делать, что не делать, куда идти, куда не идти. Но есть Слово Божие, которое мы знаем, что мы хитрим и обходим его. Но когда он говорит, «Да будет мне по слову Твоему», и она становится причастником чудом чудо Божьего. Этот принцип относится к нам. С другой же стороны, обратите внимание, когда Иосиф услышал, что его будущая жена уже беременна, конечно, Мария рисковала. А как это мужу объяснить? Ну, я скажу ему, а он сказал, что? Ты в своем уме. Но она осталась на Господа. Господь сказал, пускай убеждает моего мужа. И мы видим здесь вторую часть мужа. Это идеальная семья. И Иосиф, будучи человеком праведным, решил вывести Марию к воротам, чтобы ее побили камнями. Так? А так он должен был сделать. Жестко по закону. Но он подумал, но он, будучи праведным, решил тайно отпустить ее, дать ей шанс, дать ей возможность. Он любил ее. И праведность, прежде всего, проявляется не в том, что мы ищем, как правильно наказать. Праведность проявляется в том, что мы ищем, как помочь несчастному. Как помочь человеку выбраться из ситуации, где находится. И этот элемент праведности почувствовал Иосиф. Это характер Божий. Начиналось новое время, в котором Бог не будет требовать закона. Но он пришлет своего сына, и сын заплатит за вину человека. И обратите внимание, как только он подумал, он еще не сказал. Он подумал. И ангел Господень пришел к нему. Вы представляете, какой жесткий контроль у Господа над вами и надо мной. Мы не просто сказали, сделали. Мы подумали, и Господь действует. И ангел моментально прилетает. Господь ждал этого решения. Господь сдал этого решения, что Иосиф сделает самое возможное, тот добрый, который он сделал. Он решил ее не позорить. И он сказал, не бойся, это чудо Божье. Вы станете причастниками. Иосиф согласился. И теперь, с одной стороны, желание Марии, Марии, да будет мне послово, с другой стороны, правильные отношения или правильные отношения Иосифа, мужа с Богом делают это возможным чудо. И муж, и жена работают в одном направлении. И чудо свершается. И они навсегда остаются перед нашими героями. Придет время, мы когда-то с ними встретимся. Придет время, мы зададим свои вопросы. Придет время, мы все узнаем. А пока что мы знаем то, что мы знаем. Поэтому самая большая мечта у меня, я когда рассуждаю, чтобы мне было по слову Божьему, да будет мне по слову Твоему. Это то, с чего должен начинаться день, проходить не заканчиваться, чтобы моя судьба совершилась так, как Господь запланировал. Мы хотим, чтобы было по-нашему или так, как в наших друзей, родственников. Но лучшее, что может произойти в нашей жизни, если наш праг совершится по слову Божьему, да будет мне по слову Твоему. Это самое большое, потому что то, что Бог приготовил как награду, как благословение для нашего брака, это самое лучшее, что может быть. Мы не можем придумать ничего лучшее. Поэтому достаточно, когда Господи, да будет мне по слову Твоему. Я понимаю, я согласен, я хочу. И очень важно, чтобы здесь жена сказала или муж сказал, а вторая часть также у праведности своей заняла правильные позиции. это благословенный брак. Последний вопрос. В чем же заключается главный принцип успешного брака? Как вам кажется, братья, сейчас? Мы должны на этот ответ вспоминать все, что было, что мы сейчас говорили. В чем заключается основной принцип благословенного брака? Сколько у нас со временем? Сколько мы еще готовы терпеть? Окей. Я хочу обратить внимание на некоторые тексты. Чуть-чуть в сторону отойду, мы вернемся к тому, о чем мы говорили. Есть интересный текст. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть буржий. Дома внимательно посмотрите на этот текст. Прочитайте главу до этого и после этого. Посмотрите, какое оно отношение имеет лично к вашему браку. Я только хочу обратить внимание. Это конец шестой главы. А до этого Павел говорит, убеждает коринфян верующих уйти от того, что они делают, потому что появились умники. В общем-то, блуд никогда не считался чем-то правильным. Но нашлись те умники из язычников, которые стали говорить, но если ты хочешь, чтобы брак твой был благословенный, надо пойти в храм. А там есть жрицы. Если ты с этой жрицей переспишь, то будет благословение на твой брак. И так некоторые делали. А Павел говорит, вам не нужны жрицы, которые служат в храме. Вы храм, в котором живет Дух Святой. Вы куплены дорогой ценою. Он говорит, вы не можете это делать. Вы не свои. Вам не просто грехи простили, братья и сестры. Вопрос не в том, что вам и мне грехи простили, теперь мы что хотим, то и делаем, завтра покаемся. Все, что у нас есть, руки, глаза, наше тело, все, что у нас есть, наша голова, наш разум, оно чужое. Оно не наше. Оно нам дано в долг, в аренду. Оно Божье. Бог выкупил себе это. И единственное правильное, используя тому, что мы имеем, это использовать свое тело. Все составляющие этого тела по славу Божьей. Чтобы наше тело прославляло Бога и наша душа прославляла Бога. Посмотрите один текст. Вот шесть, которые ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость в душе его. Глаза, часть тела, гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые помыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжасвидетель, человек в целом, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Господь смотрит, мы можем хитрить, но когда мы сознательно идем против ненависти Божьей, у нас нет шанса на победу. С другой стороны, посмотрите, что Христос говорит. Я прославил тебя на земле. Что такое особенность сделал Иисус Христос, с нашей точки зрения? Ну, конечно, чудеса творил, но там о другом. Совершил дело твое, которое ты поручил мне, исполнить. И ныне прослав меня ты, Отче. Иисус говорит, я тебя прославил, я открыл твое имя, я показал, кто ты, своим отношением к врагам, друзьям, несчастным, ко всем. Мы можем пройти много, а как открывал Господь? Имя Господа. Он говорит, я прославил тебя на земле. Может, нет времени подробно об этом говорить? Посмотрите сами. А теперь прослав меня. Кажется, ты прославляешь Бога, что Он тебя прославил. Обратите внимание, что дальше. Славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будет едино, как ты един, Отче. Которого ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, доведят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира. Он говорит, славу, которая от меня, почему я так хочу ее назад? Я решил, я им отдал. Они час меня. Священное Писание очень часто рассматривает Иисуса Христа отношение к нам как к мужа и жены, жениха и невесты. И в данном случае Он говорит о своей невесте, за которой он заплатил все. Славу, которую ты мне дал, я дал им. Я прославил имя твое. Я прославил тебя своим телом, своей душой. Теперь верни мне славу, потому что я им отдал. Я хочу, чтобы моя невеста, будучи в том состоянии, как у нас сейчас есть, слабая, неразумная, какая-то иногда невоспитанная, иногда дерзкая, грешная. Я хочу, чтобы она побыстрее поднялась и увидела мою славу, жениха ее. И чтобы она преобразилась. И в славе мы продолжим вечность. Это позиция Иисуса Христа. Ибо ноги, его глаза, его все тело прославляли Иисуса Христа, Бога Отца Его. Вы куплены дорогой ценой, и посему прославляете Бога в телах и душах ваших. Главный принцип. Дальше, в седьмой главе, он говорит о отношениях мужа и жены. Что жена не властна над своим телом, но муж. Муж не властен над своим телом, но жена. Как должна выглядеть жена, решает муж. Как должен выглядеть, решает жена. Это все. Лучшая одежда, которая должна быть у женщины, это дома. Для ее мужа. Хотя обычно мы одеваем, когда идем на люди. Это говорит, и там очень широкий спектр задействованных. Бог создал каждую отдельную часть нашего организма. Бог создавал, смотрел на Адама глазами Евы и смотрел на Еву глазами Адама. Он создал это, что мы получаем наслаждение, удовольствие, восторгаемся, но при этом не забыть. Господи, благодарю Тебя за глаза моей жены. Благодарю Тебя за мужа моего. Я благодарю Тебя. Это слава дана. Мы могли бы просто какие-то черепашки ходить и размножаться. Но Господь создал нас таким, чтобы мы совершая служение, получали наслаждение, были счастливы, благодарили Бога. Принцип основной брака это, чтобы наше тело, наш язык, все составляющие нашего тела прославляли Бога. Мы можем, единственная цель, для которой мы можем использовать то, что дано нам в аренду на время. Оно Божье. Мы читаем, Он будет велик пред Господом, чтобы мы были велики пред Господом. Духа Святым исполнены. Это наша душа. И написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Это кажется тайно, так? Но он говорит дальше, но исполняйтесь духом, «Назидая самих себя апсалмом и славотлованным, песнопением, пая и воспевая, благодаря всегда за все повинуясь друг другу». Говорит, «Жены, повинуйте своим мужьям, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил, дети, повинуйте своим родителям». Исполнение духом, когда меняется наш характер, оно происходит в контексте семьи. Это не просто тайна. Бог может войти без нашего спроса. Но это процесс, над которым мы работаем. И самая большая работа происходит в нашем браке. «Назидая, воспевая, благодаря, повинуясь, любя, как Христос возлюбил». Как исполняться духом? «Назидая, воспевая». Братья и сестры, все очень просто. Если жена или муж делают что-то прекрасное, «Благодарите Бог, Господи, благодарите Тебя, что Ты дал мне такую жену, такого мужа». Если жена не права или муж не прав, скажи, «Благодарю Тебя, Господи, что Ты дал мне возможность духовно вырасти, я подниму свою жену, как Христос, я отдамся за нее, я пойду так низко, как нужно, чтобы спасти ее». Благодарю Тебя за эту возможность. И когда мы рассуждаем таким образом, наши чувства, наш разум, наша воля исполняется Духом Божьим, и мы прославляем Бога. И Бог нами доволен. И ангелы смотрят, вот наконец мы поняли, для чего Бог создал человека. Вот оно что. А сатана нам рассказывал о басне, что это что-то неправильное. Итак, что определяет конечный успех моего брака? Задайте себе этот вопрос. И мы на этом закончим. Два текста, которые легко запомнить. «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, вы знаете Слово Божье больше, чем знала Мария. Вы знаете весь Новый Завет. Вы знаете многие, что языком говорить, что не говорить, куда идти, куда не идти, что думать, что не думать, как относиться. Вы знаете ситуации, что муж и жена должны подражать Христу. Так же и вы, жены, как Христос. Есть ситуации, когда мужу можно сказать, но есть ситуации, где надо рот закрыть. Без слов приобретаемые. Украшайте свой внутренний мир. Бывает ситуация, когда муж не слушает или жена не слушает. И в этой ситуации нужно украсить изнутри себя душу свою, которая прославляет Бога. И тогда это влияет на мужа и на жену. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Вы хотите, братья и сестры, чтобы ваш брак был по слову Божьему? Что было, да будет не по слову твоему. Практическая часть прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших. Язык наш, руки наши, ноги наши, голова наша, мысль наша, поступки наши, отношения к друзьям, близким, родственникам, к мужу, к жене, они должны быть достойны. И когда сомневаемся, братья и сестры, надо себе задать вопрос, ну она же вот это сделала, а он вот это сделал, задайте себе вопрос, я вот это скажу и сделаю. Это прославит Бога? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, не давайте место дьяволу. Всякая ярость, крик, злоба, да будут удалены вас. Это процесс, где мы сознательно прославляем Бога, и тогда все происходит не автоматически по слову Его. И последнее. Давайте зададимся обе этот вопрос и закончим наше собрание. Что я собираюсь изменить в своем браке, чтобы он действительно был выражением благословения и славы Божьей? Просмотрите. Мужья, братья, пересмотрите. Перестаньте спорить. Хотите убедить жену? Долгие годы, три дня пир устроите. А потом скажите, что вы хотите. Жены, если муж устроил три дня, устроите ему пять, а в том конце скажите. Вы решите проблему в своей жизни. Я не знаю, что. Задайте себе этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова